С 8 по 9 октября в Петропавловске не будет воды. Промывку и дезинфекцию сетей и сооружение областного центра ТО Казаужарсу проведет по плану. О том, когда можно будет пользоваться питьевой водой, в следующем материале. За этой дверью находится станция номер 2 второго подъема. Именно здесь будет проходить отключение подачи воды. Три насоса, каждый мощностью 2000 кубов в час. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить водой целый город. Живительная влага поступает в каждый дом, предприятие, учреждение по трубам, а протяженность водопровода составляет 308 километров. Прочищать его необходимо, иначе качество питьевой воды может ухудшиться по бактериологическим показателям. В этом году очистку и дезинфекцию проведут с 8 по 9 октября. В пятницу в 00 часов подача воды прекратится. Процедура промывки происходит одинаково каждый год. В 12 часов мы отключаем, потом идет сброс воды с водоводов. До утра, в 6-7 утра идет сброс воды, то бишь промывка началась. Движение воды уже начинает меняться, направления меняются, скорости меняются. В связи с этим происходят гидравлические удары, поднимают грязь, отложения, и вообще это выходит через спускные задвижки, сбрасывается наружу. Промывка приемных камер, отстойников и резервуаров. Если в обычном режиме скорость подачи воды составляет 1-2 метра в секунду, то при очистке она увеличивается в 5-6 раз. Таким образом, под большим давлением трубы избавляются от осадка. Суббота у нас получается где-то с 8 часов и до 7 утра воскресенья мы производим ремонтные работы. У нас есть такие аварийные моменты, которые мы устанавливаем временно. Почему? Потому что для того, чтобы сделать капитально, надо остановить водовод. Это приведет к моментам таким, что люди остаются без воды, без предупреждений и все остальное. Поэтому, чтобы это не превратить, мы эти работы оставляем вот на этот день. На этот день трубы пустые, мы эти работы капитально переделываем. И опять у нас гарантировано в том плане, что здесь уже больше аварий не будет. Как обещают в ТО Казаужарсу, вода в квартирах появится в воскресенье в 10-11 вечера. Однако, пользоваться ею нежелательно из-за высокого содержания хлора. Для медучреждений и интернатов в эти дни будет организован подвоз воды. Денис Севков, Казбек Арыгбаев, новости МТРК. Денис Севков, Казбек Арыгбаев, новости МТРК.